Всем привет дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать и рассказать как делается нереально простой и просто очень-очень вкусный тортик. Этот тортик называется дважды заварной торт Соблазн. Он готовится из заварного теста и заварного крема. Но я его добавляю немножечко либо сливками, либо сметаной и получается нереально сочно и нереально вкусно. Очень долго рассказывать про заварное тесто я не буду, так как я уже готовила с вами и эклеры, и шу, это были и тортики с заварными коржами. Поэтому расскажу довольно быстро. На 250 грамм воды беру 5 грамм сахара и 5 грамм соли. Добавляю сюда 100 грамм сливочного масла, либо это может быть маргарин. Отправляю это все добро на плиту до закипания, чтобы масло у нас полностью растворилось и хорошенечко вот так закипело. Тем временем я отвесила всю муку и отправляю сюда муку. Все тщательно и быстренько перемешиваем. Огонь у нас внизу пока еще горит. Перемешиваем до того момента, пока у нас полностью не растворятся и не заварятся все-все мучнистые комочки. Не должно быть никаких белых таких вкраплений муки у нас. Когда мы увидим, что на дне кастрюльки начинает образовываться такая себе корочка, сейчас я покажу о чем идет речь, плиту можно огонь убавить, точнее уже выключить. Вот такая вот внизу начинает приставать как бы корочка. Огонь я уже выключила и можно отправлять наше тесто остывать. Его нужно накрыть пленочкой встык, для того чтобы не образовался никакой ни конденсат, ни корочка, ничего. И остудить это тесто градусов до 70-60, чтобы мы могли нормально вводить яйца. Пока у нас остывает тесто, как раз я и займусь заварным кремом. В 400 грамм молока добавляю сахар. Еще у нас будет 100 грамм молока, которым мы будем добавлять яйца. А это молоко с сахаром отправляем на плиту до закипания. В 100 грамм молока добавляю 2 яйца и добавляю сюда крахмал. Крахмал буду использовать кукурузный, он не даст никакого ни привкуса, ни запаха. Можно в принципе использовать и картофельный, если у вас нет кукурузного. Некоторые даже делают в перемешку картофельный крахмал вместе с мукой. Кто как любит заварной крем, так и делайте. Хорошенечко перемешиваю, чтобы не было никаких комочков крахмала. И у нас закипело молоко. Небольшой струйкой вливаем горячее молоко в яичную смесь. Теперь нужно все это вернуть обратно в кастрюльку. Ставим на огонь меньше среднего и варим до первых пузырей, чтобы наша смесь дошла до кипения. Получается вот такой вот красивый заварной крем, который тоже нужно будет накрыть пленочкой встык. Опять же, чтобы не было у нас никакого ни конденсата, ни какой корочки у нас не образовывалось. Пока у нас остывает и крем, буду отвешивать сметану, которой буду разбавлять, так сказать, более воздушный наш крем. Вот так вот в обычное полотенце ХБ подвешиваю где-то над тарелочкой в холодном месте, в холодильнике, либо на балконе, для того, чтобы стекла лишняя жидкость, минимум на 2-4 часа. И как раз у меня уже остыло тесто, в которое я начинаю вводить яйца. Если у вас яйца довольно крупные, вам будет достаточно 4 яиц. Если у вас яйца такие С1 или еще меньше, то вам нужно будет 5 яиц. Добавляем по одному яйцу и взбиваем, в общем, наше тесто. Это можно делать, конечно, и вилкой, и ложкой, но это займет дольше времени. Можно воспользоваться именно для этих целей миксером. Получается вот такое вот у нас тесто. Оно не очень густое, я бы сказала, оно такое вязкое. И из этого теста у нас получится 2 больших таких коржа. 30 на 45. Я решила, что мне удобнее будет сформировать мои коржи вот такой вот формой. Это разъемная металлическая форма. И вот такой вот насадкой. Но на самом деле оказалось это не очень удобно. Поэтому я сделаю изначально просто бортик этой насадкой, а потом уже распределю равномерно свое тесто. Вы можете просто начертить себе какой-то контур и по нему уже распределить. Конечно же, можно тортик делать и круглым, но тогда вам придется отдельно печь коржи. А у меня будет тортик прямоугольный, и поэтому я пеку только 2 коржа, которые разрежу на 5. Я беру просто ложечку и ложечкой хорошенечко размазываю более-менее равномерно, стараюсь свои коржи. Они не получаются очень толстыми, они довольно тонкие, вы видите, немножечко даже светятся. Отправляем это все добро в духовку. Духовка у нас разогрета до 200 градусов, минут этак на 12, 10-12, может быть 13-14. В общем, смотрите, чтобы немножечко подзолотились сверху наши коржи. До этого духовку не стоит открывать. Они прекрасно отходят от тефлонового коврика. Можно использовать и пергаментную бумагу, можно использовать и просто какие-нибудь силиконовые коврики. В общем, этот корж прекрасно отходит. Он получается вот такой вот ровненький, красивый, зажаристый, сверху с волдырями такими. Ну, в общем, очень интересный, и тортик, собственно, у нас получится тоже очень интересный. Посмотрите, как это уже красиво. Но для того, чтобы сложить полноценный торт из двух коржей, я буду резать на такие прямоугольники свой торт. Чтобы торт не получился чересчур тонким и длинным, я буду резать на 5 частей. То бишь, два раза по 15, и одна у меня будет 7,5 сантиметров полосочка, где-то вот так вот. Разрезаю. И точно так же я разрежу на три части и следующий свой корж. И, в общем, у меня получится 5 коржей. Вот так вот. И вот тут будет у меня две половинки посерединке и две целые половинки сверху. Не переживайте, что у нас вот так вот половинка это разрезано будет напополам. В тортике это абсолютно вообще не будет видно. Если у вас получилось испечь довольно длинные коржи, и вы хотите тортик сделать из 6 коржей, конечно, можете разрезать каждый корж на три части. Посмотрите, какие эти коржи получаются в разрезе. Они немножечко с вот такими вот пустотами получаются. А для того, чтобы сделать более интересный свой крем, так как фрукты внутрь тортика я в этот раз добавлять не буду, я буду добавлять туда лимонную цедру. Она придаст такую свежесть и невероятный интересный такой аромат нашему крему. Вот такой вот получился у меня лысый лимон. Не затрагиваем, конечно же, белую часть для того, чтобы не дала горечь, а только желтую ароматную вот эту кожуру. Лимон, конечно же, у нас помыт. Отправляем в уже остывший заварной крем лимонную цедру. И начинаем взбивать сметану. После отвешивания у меня осталось где-то 450 грамм сметаны. Изначально я брала где-то 600 грамм. Если сметана у вас жирная, и ее не нужно отвешивать, вы уверены в том, как она взбивается, либо вы используете сливки, то 400 грамм сливок, либо жирной сметаны вам будет предостаточно на этот торт. Взбиваю до растворения сахара. Получается вот такой вот уже красивый и вкусный крем. В принципе, можно вообще сделать этот тортик со сметанным кремом. Но так как тортик у нас дважды заварной, поэтому будем использовать и, конечно же, заварную основу тоже сюда. Вот такая вот она у меня получилась. Не очень густая и не очень жидкая. Отправляем ее к сметане. И теперь взбиваем немножечко это все вместе, просто для соединения. Мы уже здесь не добьемся никакой там более воздушной массы. Всю воздушность нам здесь даст сметана. Можно начинать собирать наш тортик. Вот такой вот крем получился. Очень нежный, очень воздушный и уже сейчас пахнет лимончиком. На низ нашей подставки обязательно кладем пару ложек крема. Для того, чтобы тортик у нас и пропитался снизу, и не ездил потом по подложке. Приблизительно на глаз разделяю количество крема, так чтобы мне еще потом хватило обмазать бока и украсить тортик сверху. И распределяю. Этот тортик получается очень пропитанным, очень нежным таким. Прям, я не знаю, ну очень вкусным. Конечно же сюда можно использовать какие-либо фрукты. Это могут быть и сезонные, которые сейчас там апельсины, бананы, киви. Это могут и весной или летом быть какие-нибудь вишни. Это может быть и клубника. В общем, этот тортик прекрасно сочетается с любыми фруктами. Это может быть даже какой-то мармелад. Вот мармеладная прослойка. Хочу показать вам, что вот из двух половинок. Вот так делаю один полноценный корж, который точно так же перекрываю сверху кремом. И ничего нашему тортику не будет. Обязательно дайте тортику пропитаться. Я всегда его оставляю на ночь, но минимум ему нужно 4 часа. И затем его можно разрезать. И получается у вас очень красивый в разрезе. Очень нежный, очень вкусный. А если у вас большое застолье, то это очень освежающий и не тяжелый десерт. Обязательно попробуйте, конечно же, такой торт. И не забудьте поставить палец вверх. Удачной вам выпечки! А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok